Не надо забывать, что у нас семена проходят здесь, в Санкт-Петербурге, не в глубине российской территории, а в 100 километрах от агрессивного блока НАТО. Враг практически союзник. Враг у ворот. Вспоминая про Мину ПРО, я хочу кратко вспомнить, как год назад перед рисомовским салитом я дал для газеты «Коммерсал» интервью с Владимира Расмуссона. И сразу после меня интервью был корреспондент русской газеты «Выборчий». И все мои вопросы, касаемые ПРО, упирались только в то, что я хотел узнать, зачем НАТО так спешит вместе с американцами, пытаясь развернуть новую систему ПРО. Все вопросы моего польского коллеги заключались в том, почему НАТО так медленно все делает, и почему идет такой непонятный торг по поводу системы ПРО с Россией, а жертвой этого торга становится Польша и Чехия, или Восточная Европа. Это я вспомнил к тому, чтобы показать, насколько разный, может быть, взгляд на одни и те же вопросы у стран, которые разделяют буквально несколько сот километров. По-другому своей работой я занимаюсь проблемой интеграции на постсоветском пространстве. И совершенно очевидно, что наши проблемы с сотрудничеством с Европартическим Альянсом как-то коррелируются с политическими проектами по интеграции в рамках высшего Советского Союза. Месяц назад, чуть больше месяца назад, я был на съезде Конгресса русских общин, где выступал господин Рогозин, представитель России. Он перед своим докладом показал 20-минутный фильм о своей жизни и о борьбе за судьбу русского народа. В основном этот фильм был посвящен тому, как Рогозин, вваживающийся от Большего Советского Союза, в Европе, на Балканах, сражался с агрессивной американской и европейской больничиной за братьев-славян. И когда заходит дискуссия о том, каковы перспективы сотрудничества НАТО и России, я всегда отвечаю, что пока Рогозин, представитель России и НАТО, никакой дружбы не будет. Как только Рогозина поменяют, значит, можно говорить о том, что будет какое-то движение. Сейчас немного пишут о том, что после выборов Рогозин переберется в какое-то министерское кресло. Главное, чтобы он не стал министром обороны. Точно так же, когда спрашивали о союзном проекте, например, проекте Союза России и Белоруссии, я тоже всегда отвечал, что пока председателем искусственного комитета остается Павел Бородин, то никакого движения в рамках Союза не будет. Вот недавно Павел Бородина сменились в этой должности. И совершенно очевидно, что для России сейчас на первое место в качестве политического проекта возвращается новый интеграционный рывок на пространстве бывшего Советского Союза. У политической элиты России интеграция или контроль за соседним пространством в первую очередь подразумевает территориальный контроль. Поэтому любые потенциальные, даже выдуманные угрозы этому контролю воспринимаются как угрозы национальной безопасности. Когда в рамках на территории бывшего Советского Союза оставались нерешенные территориальные вопросы, например, Абхазский, Южно-Осетинский или, назовем его Шитом, Кавказский, Грузинский, и грузинское руководство использовало международные структуры, в том числе апеллируя к НАТО, для того, чтобы как-то защитить эти свои территории, тогда, конечно, любой друг на его врага воспринимался как враг. Вот в какой-то момент эти все территориальные вопросы на периметре бывшего Советского Союза закончили. Последняя война это грузинская, Грузия потеряла четверть своей территории, и вроде бы уже делить было нечего. На Украине проиграла оранжевая коалиция, вопросы о вступлении Украины в НАТО тоже отошли на второй план, и тогда уже вот эта острота дискуссии между Россией и НАТО, как бы ушла на второй план, все только уперлось в этот право. Но сейчас, мне кажется, мы можем вернуться в состояние жесткой дискуссии между европейским блоком, между НАТО и Россией, потому что, мне кажется, что в ближайшие несколько лет мы увидим этот, так называемый, интеграционный рывок, попытка восстановить, но не Советского Союза, конечно, не нужно так вульгарно это воспринимать, попытка восстановить какое-то ядро Советской империи через таможенный Союз, через единое экономическое пространство, через Союз России, Белоруссии, Казахстана, возможно, Украины. И все те, кто будет вставить под вопрос этот проект, все то, что будет решать этому проекту, все это будет восприниматься, естественно, как вражеское окружение. Именно под этим проектом, мне кажется, Владимир Путин возвращается в Кремль не ради бульгарной жажды власти, а именно из-за ощущения своей исторической миссии. В ответ на этот интеграционный рывок мы будем наблюдать, в ответ на этот интеграционный рывок мы будем наблюдать естественное желание национально-перит, по периметру новой империи, как-то защитить себя от российской экспансии. И, естественно, мы будем наблюдать их обращение к Атлантическому Альянсу за защитой, за поддержкой, за политической, за финансовой, за военной. Для многих стран, при Балтийских и той же Польши, прифронтовое существование является смыслом их внешней политики, потому что позволяет концентрировать и финансовый ресурс из более богатых стран, и позволяет повышать собственную значимость. Вот успешность и активность реализации нового интеграционного рывка в России и будет определять во многом на несколько лет вперед наши отношения с Европейским Союзом 1 и с Североатлантическим Альянсом 2.